Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Павлова Ольга Михайловна. Сегодня мы поговорим про инсульты, инфаркты, транзиторные и чимические атаки, и поговорим о том, как защитить себя и близких от данных состояний. Если рассматривать состояние сосудов и риски инсультов, инфарктов, то, какие патологии повышают риски инсультов и инфарктов? Во-первых, конечно же, это повышение холестерина. То есть, когда на эндотелий, внутреннюю выстилку сосудов, начинает оседать холестерин, в частности, липопротеиды низкой плотности, опасная фракция холестерина, большой рыхлый холестерин, то просвет сосуда меняется, нарушается кровоток, в том числе кровообращение в коронарных сосудах, в артериях, питающих сердце, и в итоге развивается инфаркт, и также в сосудах головного мозга, что ведет к развитию транзиторных и шимических атак, то есть прединсультных состояний и инсультов. Однако, не только и не столько холестерин определяет риски данных состояний. Второе, это сахар крови. При повышении уровня глюкоза крови, глюкоза как раз-таки повреждает эндотелий сосуда, внутреннюю выстилку сосуда, и из-за этого холестерин быстрее оседает на внутреннюю выстилку сосуда и забивает просвет сосуда. Кроме того, повышенный уровень сахара крови меняет вязкость крови. Более густая, более вязкая кровь повышает риски инсультов и инфарктов. Поэтому многим пациентам из группы риска, начиная с 35-40 лет, кардиологи назначают препараты для разжижения крови. Будь то препараты группы аспирина, кардиомагнил, аспирин-кардио и так далее. И также более сильные препараты, эликвис, ксорелта, варфарин и так далее. То есть вязкость крови также влияет на риски сердечно-сосудистых событий. Следующее, это конечно же давление. Даже, даже не наличие артериальной гипертензии, а просто стрессовое, редкое повышение давления, когда человек пострессовал на работе, у него скачок давления 150-180-200 и так далее миллиметров тутного столба. На фоне скачка давления очень часто происходят сосудистые катастрофы, то бишь инсульты и инфаркты. Поэтому за давлением мы следим. Если у нас есть тенденция к повышению давления, то с кардиологом подбираем гипотензивную терапию, которая нам будет удерживать постоянно нормальное давление без скачков. И конечно же, конечно же, напрямую влияет на риски инсультов и инфарктов состояние эндотелия, внутренней выстилки сосудов. Если эндотелий целый, то даже высокий уровень холестерина не будет оседать и не будет развиваться атеросклероз, инсульт и инфаркты. А если эндотелий поврежден повышенным сахаром, высоким гомоцистеином и так далее, то в этом случае у нас даже при низком холестерине развивается атеросклероз и инсульт и инфаркты. Я думаю, многие из вас слышали истории, когда у человека на фоне хорошего холестерина происходит инсульт, потом еще один инсульт, вплоть до инвалидизации. Почему? Потому что больше всего максимальный риск инсультов и инфарктов у людей с плохим состоянием стенки сосудов. Один из главных маркеров состояния сосудистой стенки это гомоцистеин. Мы с вами сегодня его обсудим. В нашей стране далеко не каждая лаборатория, далеко не каждый врач смотрит гомоцистеин. Для нашей страны это относительно новый параметр, который, однако, популярен к исследованию в Америке и Европе. Например, в Америке стоимость медицинской страховки рассчитывается с учетом уровня гомоцистеина. Чем выше уровень гомоцистеина, тем дороже стоит страховка. Почему? Потому что как повышенный сахар, так же и повышенный гомоцистеин повреждает сосуд, то есть быстрее прогрессия атеросклероза намного выше риски сосудистых событий. Гомоцистеин это то вещество, которое образуется в организме человека. Это промежуточный метаболит. И дальше гомоцистеин должен распасться и вывестись. То есть он не должен длительно циркулировать в нашем организме. Если у нас возникает длительная циркуляция гомоцистеина в организме, и у нас растет гомоцистеин, то какие патологические состояния у нас могут развиться. Как я уже сказала, инсульты, инфаркты, то даже транзиторные ишемические атаки. Болезнь Альцгеймера, которая тоже ассоциирована с повышенным гомоцистеином, так же, кстати, как и с повышенным уровнем сахара, крови и инсулинорезистентность. Болезнь Альцгеймера и инсулинорезистентность, это просто тема последнего десятилетия. Огромное количество исследований на эту тему. Кому интересно, почитайте медицинские исследования, e-library, PubMed и так далее. То есть базы медицинских исследований. Кроме того, на фоне повышенного уровня гомоцистеина быстрее развивается остеопороз. То есть ухудшение системного кровотока, в том числе кровотока костной ткани, более высокий риск остеопороз. Если мы рассматриваем беременных женщин, то мы понимаем, что рост плода, нормальное развитие плода зависят от качества кровообращения сосудов плаценты. Именно поэтому, когда мы говорим про плода, мы смотрим УЗИ, смотрим Доплер, смотрим кровоток в сосудах плаценты. Потому что от того, насколько хороший кровоток оплода, будет либо нормальный здоровый ребеночек, либо будут патологии развития. Так вот, при повышенном уровне гомоцистеина страдают сосуды плода и значительно повышается риск различных пороков развития и невынашивания беременности. Поэтому гомоцистеин стоит смотреть как при подготовке к беременности, так и у людей, кто входит в группу риска по развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы. Почему может расти гомоцистеин? Причин тут несколько. Во-первых, это малоподвижный образ жизни, когда мы просто сидим на месте, работаем в офисе, ездим на машине, не гуляем, не ходим в бассейн, то есть малоподвижный образ жизни. Второе, это злоупотребление алкоголем, никотином и кофеином. Это те люди, которые просто весь день черный кофе на работе, да, а не дай бог еще и с молоком, то есть скачки инсулина туда же, и потом вечером пришел, налил себе либо пиво, либо вина коньяка, и вот, собственно, вредные привычки. Также это витамины группы В. Обратная зависимость. Чем ниже уровень В12, фолиевой кислоты, витамина В6, тем больше стремится вверх уровень гомоцистеина. Поэтому при повышенном уровне гомоцистеина обязательно нужно восполнять дефициты В12, В6, фолиевая кислота. Соответственно, если у нас высокий гомоцистеин, то что же нам делать? Во-первых, сдавать витамины группы В, смотреть, где дефицит. То есть, восполнять дефицит В12, лучше метилированные формы, метилкобаламин. Дозу подбирает врач в зависимости от выраженности дефицита. Витамин В6, туда же, но витамин В6 мы обычно даем на ночь, потому что он стимулирует качество сна, поэтому витамин В6 у нас идет вечером, часто вместе с магнием. Магний и улучшает качество сна, работают в нервной системе, и плюс это синергисты с В6. Поэтому многие препараты магния, идет магний плюс В6. То есть, В12 метилкобаламин утром, В6 вечером, фолиевая кислота, утром, либо в обед. Фолиевая кислота, витамин В9, также напрямую влияет на уровень гомоцистеина. Дефицит фолиевая, идет рост гомоцистеина. Добавляем фолиевую, фолиевая снижает гомоцистеин. Поэтому первое, это витамины группы В. Второе, все-таки убирать куренди, снижать количество сигарет, убирать алкоголь. Плюс начинать двигаться, хотя бы банально, 15 минут в день гулять, либо делать легкую гимнастику. То есть, нагрузки мы вводим по переносимости. Плюс, есть препарат, БАТ, триметилглицин, который улучшает метаболизм гомоцистеина и способствует снижению гомоцистеина. Поэтому, друзья, если у вас, у ваших близких есть риски патологии сердца и сосудов, то есть, к примеру, дедушка имел инсульт, инфаркт, у бабушки были проблемы с сосудами, то регулярно контролируем уровень сахара и гликированного гемоглобина, уровень гомоцистеина, уровень холестерина и артериальное давление. И все эти показатели приводим в норму. Именно тогда мы защищаем себя от инсультов и инфарктов, сохраняем себе здоровую, активную жизнь. Больше информации о том, как правильно питаться, как подбирать витамины, микроэлементы, как приводить гормоны в нормы, я рассказываю в школах на сайте Ольга Павлова РФ. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите, о чем интересно услышать в следующих видео. Будьте здоровы!